Субтитры сделал DimaTorzok Как никогда, было настроение у всех отличное, доехали до DimaTorzok Закончили проверку документов, я садился в это время в машину, и в это время хлопок и огонь Первые минуты, шок, больше ничего Я посмотрела в сторону папы, если честно, я его не узнала Потому что у него моментально сгорели брови, волосы, лицо сразу проявил такой погровый оттенок Выползла из-под ремня, я начала папу тоже тянет за собой И протянула где-то, ну, небольшое расстояние Так как он был в таком состоянии, на ноги было просто невозможно смотреть Какие-то минуты я его оттаскала, я думала, я проснусь сегодня или нет? Машину вытащила и тащит меня, она, машина горит Она, у меня 100 килограмм, я говорю, Райка, оставь меня, убегай Дочка плачет, тащит, тащит за руки меня Оттащила на безопасное расстояние Потом она начала оказать мне первую помощь Подбежали, да, лишь год, ну, мы остановили кровотечение И дождались уже просто скорой, машина скорой помощи Ждали машину скорой помощи В такой ситуации не потеряться, не страшиться и вот так поступить Это не каждый сможет, наверное, это не каждому дано То, что сделала моя дочка, наверное, это единицы И могут такое сделать Я не поняла, что со мной произошло, я не чувствовала ничего Эти страшные боли от ожога я почувствовала только в машине скорой помощи Я поняла только тогда, что у меня лицо сгорело и руки Потому что, честно, на тот момент я ничего не чувствовала И не видела даже свое состояние Только потом, вот я же говорю, начали безумно с ними гореть Его забрали в отделение Я находилась там, в процедурной, обрабатывали руки Я не видела, что там происходило с отцом Отец около месяца находился в коме Когда он пришел в себя Его перевели в палату И после уже только установили аппарат Элизарова Спустя почти три года Он буквально пару месяцев назад Как начал становиться на костыле После того, как сняли третий аппарат Элизарова Вряд ли бегать там, в этой бойне В этом теракте вижу бы Практически машина изрешетена Там нету целого места Были слезы, истерики Бессонные ночи Не знаю На всей семье отразилось это, конечно Ну все Все испытали боль После этого еще больше полюбила своего отца Но, если честно, я всегда любила отца Больше мамы Мама об этом знает Но Маму любим по-своему В первое время после теракта Я испытывала как будто некое расчарование Чувствую было просто-напросто учеба Зачем мне это надо, если завтра со мной может что-то случиться вдруг Зачем мне все это Но, слава богу, это длилось недолго Такая после демикенской депрессии После теракта И я вовремя взяла все руки Не знаю Что бы ни произошло Я все равно должна Жить Достигать своих целей И зациклиться на мелочах Все последующие туры Это закрепляющие туры Тур Это один оборот Жгута Профессия Медсестрой мне всегда нравилась Более такая благородная И богатарная Не знаю Просто нравится и все Я не виделась я нигде больше Ни в роли учителя Ни Нигде в общем Только медсестрой Посмотрите Ротовую полость Нет ли там Инородных тел Ротных масс После запрокидываем голову Далее проводим Вкусные Девятые руки Больше Можно руки ставить Переснатрыть Можно ставить В виде замка Этот человек поступил так Что я его на это сподвигла Зачем он так поступил Я задавалась Этим вопросом Но откуда Кто он Что это изменит Я же не буду выяснять Отношения у его родственников Не буду Спрашивать Почему он так поступил Что они мне скажут А может это прекрасные люди Такие же замечательные родители Как мои Просто Сыну Просто сыну не повезло Либо с окружением Либо Друзья Окружение Что еще может повлиять Не знаю В любом случае Пойти на самоубийство Это по-моему Ничего глупее Не может быть Хотелось бы Чтобы родители Доносили для своих детей Что Что нельзя так поступать Поступая Плохо по отношению К другому Ты Во-первых Поступаешь Плохо по отношению К себе Рейсадо Это Наивный Ребенок Который Еще не познал жизни Только Стремился Ее познавать Который Верил Всему И Стремился Изменить Жизнь К лучшему А Рейсадо После Все-таки Во мне Проснулся Немножечко Эгоизм Это Не значит Я начала Ся любить Больше всех И ставить На первое место Просто Я как-то Просто Начала Относиться К жизни По-другому Когда Я просто Смотрела На своих Племянников Возникнет у них Какой-то вопрос По жизни Чтобы я могла Ответить Чтобы я могла Помочь Подсказать Правильную Дорогу Чтобы они Не сбились С пути Чтобы Слушались Своих Родителей Ну Чтобы По крайней мере Завтра Не было Такой же Ситуации Вот Как 15 февраля 2016 Году Чтобы Никто Не надумился Больше На такое Чтобы Человек Соображал Чтобы понимал Что Лишая Себя Жизни Он Не только Делает Хуже Себе Он Делает Хуже Во-первых Своим Родственникам Это Я не знаю Как можно Не понимать Какую боль Он приносит Своей семье Своим Родным Своим Близким Друзьям Так нельзя Поступать По отношению К другим Людям Просто Напросто Понимать Насколько Дорога Эта жизнь И Насколько Дорога Жизнь Ближнего Человека Постороннего От Тебе Человека Я плакала В первое время Когда вспоминала Об этом Даже Не за то Что это Произошло Со мной А вот То что Отец Вот так Пострадал Было Неприятно Конечно Такое чувство Даже бывало Иногда Что Вот Если бы Я не поехала Все было бы Нормально Но опять Так Я же Я знаю Что все По воле Всевышнего Я просила Но Есть ли Смысл От этого От моего Прошения Хочет Честно говоря Забыть про этот Дем Честно говоря Не вспоминать Все это Но Это конечно Трудно Вечеркнуть Одни мне говорят Что молодец Что герой Другие утверждают Что поступил бы Так любой Не отрицая Не поступил так Как поступил Иной Родной Своих любивших Всем сердцем И душой Нет подвига Моим поступки Нет отваги А лишь любовь Лишь сразу Потерят отца Я показала Лучше любовь Родному бабе И доказала Что люблятся Боже чем мама Бабушку любит Я не знаю Какой здесь Что и враги Молодцы Не хочу Не хочу Говорят Вот так и бабушка Это мужик Яsell кажется Они не думаю Они должны быть juelington 老師 И снег